Мне кажется, наступает время какой-то новой искренности, когда прежние рамки, прежние связи, прежнее литературное кумовство, которое в столице особенно заметно, отступает на задний план и в какой-то степени эта система рассыпалась за последние месяцы. И авторы, которые достойны того, чтобы люди их читали и слышали, они стали более доступны, более услышаны людьми. И мне кажется, что это может помочь людям пережить это время. Есть же какие-то ценности искусства, которые не зависят от конъюнктуры, собственно говоря, хоть в узком, хоть в широком понимании. И если писатель, если литератор прислушивается к этому камертону, условно говоря, то, я думаю, успех высказывания будет достаточно полным. Мне кажется, сама ситуация началась, ну это везде говорят, но вот все-таки она началась где-то лет 8 назад. И тогда я достаточно прямо об этом высказывался, издал несколько сборников, так или иначе затрагивающих эти темы. Сейчас, мне кажется, если бы я продолжал об этом же говорить, я бы как-то повторялся. Ну, мне кажется, есть много других тем, которые напрямую говорят людям о том, что они хотят услышать сейчас. И не потому, что они хотят услышать, а потому, что есть какая-то связь между тем, кто говорит и кто слушает. Это вот как бы шланг практически, что там трещина мира прошла через сердце поэта. Но поэт только так и живет. Если трещина мира, мир буквально разваливается, если трещина мира не прошла через его сердце, ну как вам поэт вообще? В Петербурге огромное количество поэтов, конечно, они все, они даже, собственно, заслуживают вот прямо уж такого слова. Но вместе с тем принято как бы клиповое мышление как-то порицать. И я не вижу в этом ничего плохого. Например, ну уже, кстати, давно распространен совершенно народный жанр пирожки, например, да, или еще какие-то вещи. Вот, да, длинное высказывание мало воспринимается сейчас, но так, в общем, лаконизм высказывания – это одна из ценностей поэзии. Если как бы отбросить всю шелуху, наросту, так сказать, вот, то поэзия говорит о жизни и смерти. А вот именно это время, эта эпоха как раз возвращает поэзию к ее источнику, к жизни и к смерти. На самом деле, не такое большое расстояние от Гомера до того же Бродского. Ну, вот, каждая эпоха, конечно, накладывает определенные, определенные приметы, так сказать. Ну, это в основном внешние приметы, а в глубине, ну, как бы они все не так далеки друг от друга. Когда я выкладывал еще стихи на стихи.ру, там рубрика такая, философская лирика, ну, как не пошло это звучит, но, в принципе, наверное, это, кстати, более-менее верно. Я хотел бы почитать стихи, еще не изданные из будущего сборника и из ранее изданных некоторые, потому что Борт Рождественский действительно очень интересная, неоднозначная и трагическая фигура. Это человек, который в молодости был не спровергателем и продолжателем Маяковского, затем сам стал на долгие годы официозом, ну, практически, да. И в конце, когда, опять же, штамп его мир рухнул, да, он нашел такие глубокие, очень серьезные, трагические ноты, которые, ну, мало таких нот вообще в русской поэзии, и поднялся на ту высоту, которую, может, раньше вообще не достигал. Вот, это очень интересная судьба, очень интересная личность поэта, ну, и вообще это большой поэт, что уж говорить. Мне, ну, вот, средний глянцевый период, как бы, не очень нравится всегда. Мне нравятся ранние, так сказать, дерзкие опыты какие-то, либо поздние какие-то прозрения, когда у человека внезапно может быть отобрано все, и он опять встречается, так сказать, остается наедине с судьбой. Молодежь не всегда, как мне кажется, достаточно информирована, особенно о каких-то культурных событиях, которые, ну, вообще современное общество настолько фрагментированное, и у нас, и, собственно говоря, на Западе, везде. Какие-то группы, оторванные друг от друга, культурные, музыкальные, творческие, они внутри себя общаются, внутри себя провозглашают гениев, какие-то таланты и так далее, а за пределами этого круга их никто не знает. Ну, это тоже пример, наверное, клипового мышления в рамках, так сказать, вообще всей творческой среды. И это помогает эти рамки преодолевать, раздвигать, и информация это очень важно.